Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист и сегодня у меня в гостях Павел Нарожный, военный эксперт. Здравствуйте Павел. Добрый день. Сегодня будем говорить о теме о том, что снарядного голода больше у вооруженных сил Украины не будет, Кремль не воюет, а мстит и три главных минуса армии Российской Федерации, перекочевавших из Советской Армии. Но об этом во всем мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это вопросы близ интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой интересует вопрос зрителя. Китай поставит оружие Кремлю или нет? Быстрый ответ нет, длинный развернутый ответ сложный, то есть для того, чтобы поставить оружие Кремлю, Китай должен полностью перестроить свою экономику, поставить ее на военные рельсы и быть готовым воевать. А Китаю это неинтересно. Что такое летальное оружие, интересуется зрителям? Ну, летальное оружие, которое убивает, ну, соответственно, бывает нелетальное вооружение. Ну, я не знаю, например, наручники это вооружение, ну, которое не убивает. Или там, например, перцовый газ, который временно делает человека там неподвижным и так далее. Россия снова открывает консервы. Почему в бой не идет новейшая техника? Ну, ответ быстрый, потому что ее нет. Российская промышленность не может, не способна ее производить. Ну, подожди, а вот эти вот сушки, терминаторы, танки? Ну, вот, в России есть один самолет пятого поколения, он как бы есть на бумаге. У США их сотни штук уже есть на вооружении. Просто промышленность может производить, может сделать, ну, как левша, может подковать одну блоху, а когда надо подковать там 500 блох, ну, на это уже сил почему-то не хватает. Почему Путин так вцепился в Бахмут? Ну, это уже больше какая-то, я не знаю, экзистенциальная проблема, то есть, чтобы показать, что с июля месяца идет эта битва за Бахмут, и нужно показать победу, которой нет. Наверное, в этом дело. А в российской армии не боятся, что в Бахмуте вся армия может сократиться очень значительно? Ну, мне так кажется, что российская армия не считает потерь вообще. Ну, то есть, они закидывают людей этим мясом бесконечным, они больше считают там технику, там танки, артиллерию и все остальное. И сейчас все атаки, которые мы видим в Бахмуте, они там не подкреплены танками, не подкреплены артиллерией. Просто пехота с автоматами Калашникова закидывает и все. По вашему мнению, Путин струсит нажать на красную кнопку? Более чем уверен, что струсит. Почему? Потому что он боится нападать на страны НАТО. То есть, Финляндия получила уже от Турции кивок окей на то, что Финляндия станет страной НАТО. Но если следовать логике Путина, то он сразу же должен начать воевать с Финлядией, потому что НАТО подбирается границами и так далее. Но он боится это делать. Он прекрасно осознает способности своей армии против новейшей техники, которая есть в стране НАТО. Против самолетов пятого поколения, против современных танков, против артиллерии и всего остального. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к вопросам, которые нас интересовали последнюю неделю. Вот, наверное, самым важным таким вопросом это было о снарядном голоде, которого вроде как больше не будет. Потому что ЕС согласовал план ускорения поставок боеприпасов в Украине на 2 миллиарда долларов. Это означает, что реально не будет снарядного голода? Или это на какой-то период не будет снарядного голода? Будем реалистами. Что такое снарядный голод? Это жесткие лимиты на стрельбу. Ну, то есть снаряды где-то там лежат на складах, но их не дают стрелять. У нас сейчас такое в армии есть. Почему это дело присутствует? Потому что мы отстреливаем больше снарядов, чем способны производить все страны НАТО вместе взятые. Вот это тот план на 2 миллиарда евро. Он предполагает строительство новых заводов, развертывание нового производства и так далее. И когда будут заключены договора, в этот момент страны Европы готовы будут отгрузить со своих судов все, что у них есть в ноль, передать Украине. Это скорее подготовка к наступлению Украины на временно оккупированные территории. Нельзя сказать, что голода не будет. Ну, то есть артиллерия способна отстреливать десятки тысяч снарядов в сутки с технической точки зрения. Готовы ли страны ЕС поставить? Думаю, что нет. Я думаю, что они готовы поставить до 15 тысяч в сутки, количество, которое мы можем получить глубоко теоретически. Поэтому лимиты будут, но они будут гораздо меньше, чем сейчас. 15 тысяч снарядов в сутки. Как это поменяет ситуацию на фронте? Сейчас мы стреляем порядка 5-7 тысяч снарядов. Стрельба, это всеми калибрами идет речь. Это начиная от минометов калибра 82 мм, заканчивая гаубицами калибра 150 мм, включая советские калибры такие, как 122-152. Страны ЕС нам не будут поставлять советские калибры. Они будут поставлять, в первую очередь, 155-й, самый интересный, самый точный калибр. Это поменяет ситуацию для российской армии катастрофично. То есть артиллерист украинский, имея в руках М777 британского производства, либо ПЗХ-2000 может ложить снаряд рукой, где он на карте нарисовал точку, туда оно и прилетит. Это категорически отличается от способностей российской артиллерии, у которой точность порядка 100-200 метров может быть при стрельбе. То есть это абсолютно другой класс артиллерии, другой... Я понимаю, что это другой класс артиллерии. Как это влияет, если на пальцах? Вот выстреливали 7 тысяч снарядов, непонятно каких, да? Теперь будет выстреливать 15 тысяч точных снарядов. Что будет происходить с российскими позициями? Как сейчас это выглядит? Сейчас выезжает российский, например, миномет и начинает стрелять. Он не попадает по цели, его задетектили, и наш артиллерист принимает решение, стрелять ему по этому миномету, тратить на него снаряд или не тратить. А когда у него не будет лимитов, он будет стрелять по всему, что он видит. А видит он много, ну то есть разведка приносит... Он будет уничтожать окопы с пехотой, он будет уничтожать минометы, СПГ. Ну то есть он будет стрелять абсолютно по всем целям, которые раньше считались малоценными, скажем так. Раньше он открывал бы огонь по танку, по артиллерийской установке, по чему-то такому. Скандал со снарядами с урановым сердечником, или как правильно это назвать, которые передадут ВСУ. Почему так паникуют пропагандисты? И действительно ли это ядерное оружие? И то, что они рассказывают. Ну что такое ядерное оружие? Начать надо с этого. Ядерное оружие, это, ну все так представляют, ядерная бомба или ядерная ракета. Она падает, в ней происходит цепная реакция, из-за этого выделяется большое количество энергии, взрыв там, ну и так далее. Что такое снаряд с обедненным ураном? Калибр пушки 125 мм, из него вылетает контейнер, выстреливается контейнер, контейнер в воздухе раскрывается, из него дальше летит дротик. Дротик он калибром там 12-14 мм. В советских реалиях он делался из карбидовольфрама, это очень твердый сплав. И вот этот дротик долетает до бронированной цели, и всю кинетику выстрела, вот этот весь большой пороховой заряд, он передает на бронированную цель и пробивает очень толстую сталь. У британцев, у американцев сделано точно так же, у них точно такой же дротик, но есть момент, они в сплав этого дротика добавляют какие-то десятые, то есть сотые доли урана, из-за этого дротик становится тяжелее. Из-за этого кинетическая энергия, передаваемая при выстреле, гораздо больше, чем если это был бы просто карбид вольфрама. Поэтому и радиация, уровень радиации от этого количества урана, оно ниже природного фона. То есть речь не идет о том, что там какими-то страшными радиоактивными снарядами стреляют, но это все российская пропаганда. В Пентагоне подтвердили, что Украина вроде как должна получить более старую версию Абрамс, и назвали сроки там какие-то, да? Пропагандисты уже радуются, радуются, что вот эта вот более старая версия Абрамса, это чуть ли не металлолом. Так ли это? Похоже ли это на российские консервы? М1А1 нам будут поставлять вместо М1А2. Для нас это на самом деле хорошая новость. Почему так? Потому что по плану должны были поставить новую версию танка, но со старой броней. Почему так? Потому что состав брони Абрамса, вот все видели российские танки, на них стоят такие квадратики, и эти квадратики это динамическая защита танка. Для Абрамса такая защита не нужна, потому что ни один из современных боеприпасов Абрамс пробить не может. Потому что у него композитная многослойная броня, которую невозможно пробить ничем. И вот эта вот композитная броня, она засекречена. Как она производится, состав и все и так далее. И американская армия, естественно, боялась, что какой-то из Абрамсов в бою никто не застрахован от потерь, попадет в руки россиян, они его там разберут и будут анализировать и так далее. Поэтому готовился к передаче Абрамс, хоть и новой версии, но со старой, простой, катанной броней. И в конце концов приняли решение передать нам более старый Абрамс, в котором будет чуть-чуть более слабая, не такая продвинутая электроника, но при этом будет композитная броня. То есть защита танка будет лучше, но при этом всем. Этот танк М1А1, он конца примерно 2005-2010 года производства, он намного более свежий, чем Т-72, он намного более свежий, чем Т-90, чем любые современные образцы, которые есть сейчас в российской армии. Смотрите, вы сказали очень такую интересную вещь, я в этом не очень понимаю, потому что я не военный эксперт. Получается, что в СУ получат танки, которые нельзя пробить из большинства оружия, которое есть у Российской Федерации. Именно так, да. Вот это вот композитная броня, и она используется не только в Абрамсах, она используется в Леопардах-2, она используется в Челленджере, точно так же. То есть, вот берет российский солдат, РПГ, стреляет, эта штука летит в танк, делает так, и отлетает. Ну, примерно так, да. Конечно же, танк защищен только в передней проекции. Ну, то есть, если мы смотрим в лицо танка, вот пробить его туда практически нереально. Да, если танк вдруг на поле боя развернется задней проекцией, или боковой, да, его тогда можно пробить. Из РПГ, возможно, из других видов вооружения. Но как бы это уже искусство танкиста сделать так, чтобы он никогда боком не появлялся. Это уже вот стиль ведения боя и так далее. Российские танки такие же? Их не пробить в лоб? Вредная проекция в российском танке тоже очень хорошо защищена, особенно башня защищена. Но танк, он никогда, ну, крайне редко бывает ситуация, когда он может там выставить только башню, там и так далее. Он всегда передвигается по полю боя. Другая большая проблема российских танков, особенно старых танков. Российский танк, он задуман как бы выскочить на поле боя, сделать несколько выстрелов, а потом героически сгореть. Вот, например, в танке Т-64 в нем скорость заднего хода 4 км в час. Представляете, что такое, когда вот выехал танк на поле боя, увидел врага, враг по нему начал стрелять, ему надо отступать. Он говорит, все назад героически. И он такой, очень медленно двигается назад. Тот же Абрамс, тот же Леопард, у него скорость примерно одинаковая, что вперед, что назад. Так построена коробка передач. Поэтому танкисты реально боют, что делают. Они разворачиваются задней проекцией, которая крайне слабо защищена, и бьют по газам, то есть, чтобы убежать из поля боя. Вот это вот одна из проблем советских танков. То есть, они вот маломаневренные, малоскоростные и так далее. Сказать, что он защищен полностью, нет. У него броня катанная. Эта броня уже, по сути, устаревшая на современном поле боя. Если будет там стуг на П, если будет джавелин, она его уничтожит, она его пробьет в любую проекцию. В переднюю, заднюю, боковую, неважно в какую. Давайте теперь поговорим про три главных минуса российской армии, которые они получили еще от советской армии. Вот я себе такое выделил, прочитав некоторое количество прессы. Вы мне скажете, согласны вы с этим, не согласны, может быть, что-то добавите. И вот один из главных моментов, это гордость за оружие, которому нет аналогов, которого на самом деле, по сути, не существует. Современные танки и самолеты только на бумаге, о чем мы уже с вами говорили. Как это влияет на войну? Мы, украинские... Я прошу прощения, уточню. Такое получается раздувание щек, что у них все есть, а на самом деле, кроме раздутых щек, ничего нет. Ну вот именно так. Это больше пропагандистские вопросы. Все население, которое не находится в армии, они гордятся какими-то арматами, какими-то мифическими самолетами, какими-то там авианосцами. А те люди, которые в армии, они пытаются получить, ну хотя бы, кроме саперной лопатки, какой-то там автомат, какой-то там РПГ и так далее. То есть ситуация в армии катастрофически отличается от слов пропагандистов, от того, что они видят там на парадах 9 мая, ну и тому подобное. Это действительно проблема, потому что есть реальная армия, есть пропагандистская армия. Ну у России вообще нет никакого современного оружия, такого вот реально, ну ведь не как это по-русски. Ну да, современный. Ну у них есть, например, вертолет Ка-52. Ну действительно хороший вертолет, да. Но мы уже уничтожили больше 30% этих всех вертолетов, которые Россия произвела за все время. Вот действительно там интересный революционный. Ну там, например, это единственный вертолет в мире, из которого теоретический экипаж можно катапульты, он может в случае подбития там катапультироваться, выскочить и выжить. Но все вертолеты, которые мы сбивали, ни разу не было ни одного примера, чтобы мы видели, чтобы экипаж катапультировался. Не успевает он катапультироваться. Им просто дорог вертолет. Ну, наверное, да. Спасает вертолет, своими жизнями там пытается куда-то улететь. Причем сбивали, самое смешное, что этот вертолет Ка-52 противотанковой ракетой неоднократно сбивали. Что еще у них современно? Ну, Т-90М. Вроде бы как неплохой танк, но он даже попадал в руки нам, потому что его россияне бросали, потому что у них там топливо заканчивалось, потому что наезжали на мину, там рвали гусеницы. Ну, то есть такие мелкие относительно повреждения, но танк при этом бросали. Потому что нет инфраструктуры, потому что мы свои танки вытаскиваем. То есть подъезжает другой танк, цепляет подбитый танк и возит его с поля боя. Россияне таким не занимаются. То есть танк подбили, все, бросаем, уходим. Из современного... Ну, самолеты у них есть, Су-35. В принципе, неплохой самолет, если его сравнивать с другими советскими самолетами, если его там с МиГ-29, например. Но если его сравнивать, например, с Ф-16, ну, это металлолом. По-другому его не назовешь. У них там нет электроники современной в этом самолете, нет вооружения современного. Он крайне заметный на радарах, но против МиГ-29, да, он лучше, бесспорно. Ну, и у них, ну, вот, из современных вооружений, да, у них вроде бы неплохие системы РЭП, ну, то есть, которых... Ну, их мало по количеству, их не хватает для того, чтобы перекрыть все, что нужно перекрыть. Второй пункт – это дедовщина, унижение, расстрелы своих же за атаку идти, за приказы идти в атаку, за отказы идти в атаку. Ну, вот наши пулеметчики и снайперы говорят, что да, российские солдаты идут в бой, они переступают через труп солдата, который шел в атаку, и идут. Чем это объяснить? Ну, сложно сказать. Некоторые пулеметчики говорят, вот я стою, у меня позиция, он там какой-то враг прикрывает, говорит, я за ночь остановил четыре атаки, говорит, у нас один солдат стоит, заряжает пулемет, второй там подает патроны, а третий лопатой гильзы выкидывает из окопа, ну, потому что столько много патронов, ну, для того, чтобы убивать эти волны. То ли они настолько сильно боятся своих офицеров, которые им устраивают там какие-то, я не знаю, пытки там, бьют их там, унижают, и они считают, что им лучше умереть на поле боя, чем терпеть это все там у себя в казарме. Ну, других у меня объяснений нет, наверное. Следующий пункт. Отсутствие единоличного принятия решений, приписки, политические задачи вместо военных. Как это влияет на российское, на действие российской армии в Украине? У них всегда, это, ну, это последствия Советского Союза, там, пятилетку, там, за три года, там, к первому, там, к девятого мая, там, что-то сделать, там, к дню, там, красного октября, или как он у них там называется, там, достичь каких-то невиданных высот, и они этим очень страдают, там, на первое, там, скажем, в девятого мая, там, захватить Бахмут. Давайте положим сто тысяч людей трупами, ну, захватим Бахмут. Зачем им этот Бахмут? Ну, то есть, принципиально, он не играет никакой тактической, стратегической роли, но мы будем там класть неимоверное количество трупов. И вот эта вот штурмовщина, вот это вот достигательство каких-то непонятных целей, вот, это большая проблема. Кроме того, как это большие потери, как еще страдает армия от этого? Ну, потери – это самая главная проблема для армии. Ну, как она страдает? Ну, когда нужно достичь каких-то целей, есть какие-то военные методы это достичь. Ну, например, отрежем там от линий постачания, от линии поставок, там, украинскую армию. Будем там осторожно, там, как скальпелем, вырезать какие-то там точки огневые. Вариант номер два. Нам-то завтра надо взять этот населенный пункт. Построили тысячу человек, и эти тысячи человек пошли штурмовать этот пункт. Из них там 90% погибли. Да, населенный пункт захватили, но 900 человек трупами положили. Зачем это делать, когда можно подождать, там, скажем, две недели и грамотно провести военную операцию? Но времени нет, потому что какой-то идиот где-то наверху выставил какие-то нереальные сроки. Возможно, вы добавите какой-то еще свой пункт, который связан с перекочеванием из советской армии в российскую, что портит эту армию? Самая большая проблема это вот такая закостенелость и какие-то преемственности с каким-то там непонятным традициям. Вот так вот деды воевали в 45-м году, и мы точно так же и мы должны воевать, не принимая каких-то там новых веяний, не думая, просто тупое копирование. Но этого копирования свойства, в принципе, свойственное для азиатских стран. И Россия, она по большей части азиатская страна, и они очень любят все копировать из каких-то старых учебников, не думать, не принимать каких-то решений, и самое главное, не меняться. Вот это большая проблема. На что сейчас еще способна российская армия? Сейчас идут большие дебаты, и вот сначала давайте поговорим. Масштабное наступление российской армии, которое ожидалось в феврале. Вот оно произошло, оно закончилось, оно вообще было? Вот наступление на Бахмут, это было частью этого так называемого масштабного наступления. Но оно успешно захлебнулось. В планах было, как они себе это представляли, за Бахмутом следующий населенный пункт, это Славянск-Краматорск. Это два больших узла. И я так понимаю, что их они представляли как себе, мы берем Бахмут, а дальше там 20-40 километров по магистрали, очень быстренько приезжаем, заезжаем в Славянск, Славянск делаем какие-то там центры и выходим на границы Донецкой области. И там Донбасс освобождет. Ну то есть достигли ту самую политическую цель, которой они там стремились. Сейчас российская армия, положив порядка 90 тысяч людей под этим Бахмутом, ну 90 это с ранеными, можно так назвать, порядка 50 тысяч убитыми, порядка 40 тысяч раненых, они заглохли, они утратили стратегическую инициативу, они положили громадное количество техники, сейчас вынуждены расконсервировать Т-62, Т-55, потому что новая техника просто сгорела, нет, ну соответственно, то, что происходит, я не ожидаю большого наступления. Российская, в России сейчас происходит скрытая мобилизация, по сообщению украинского разведки, они говорят, 20-30 тысяч в месяц они мобилизуют, но эти 20-30 тысяч, это просто перекрыть потери убитыми, то есть 20-30 тысяч в месяц погибает, 20-30 тысяч людей набирают где-то в российской глубинке и закидывают на фронт на утилизацию, поэтому ничего не похоже на то, чтобы была где-то сформирована какая-то ударная группировка, 150-200 тысяч с новой техникой, ну хотя бы со старой техникой, ну хоть с какой-то техникой, и чтобы этот большой железный кулак мог зайти куда-то на территорию Украины глубже, поэтому малореально. Нет техники, не хватает или людей хватает? Людей хватает, людей на улицах они хватать могут еще очень долго, в момент в том, что этих людей они не успевают готовить, вот это проблема, то есть схватить какого-то там Ивана Ивановича, который вчера был малером-столером, дать ему в руки автомат, да, они это могут, но обучить его чему-то более серьезному малореально. Если сравнивать с украинской армией, мы успеваем обучать людей, потому что мы тоже несем потери, у нас тоже ситуация, да, не такая катастрофическая куна, как у них, но, во-первых, мы своих людей так не бросаем, как они, а во-вторых, нас просто физически меньше, нас не 140 миллионов. Бахмут, это вот, собственно, тактический ход для того, чтобы дать возможность тем военным частям, которые формируются, удержаться, для того, чтобы эти новые военные части формировались, тренировались, получали новую технику. Где они тренируются, формируются? У нас сейчас более 30 тысяч находятся за рубежом. Они в Великобритании, они в США, они в Эстонии, в Латвии, в Балтийских странах, в Германии, они учатся по тем самым стандартам НАТО, учатся новым подходам и так далее. И да, в Бахмуте мы несем потери, довольно серьезные потери, но это дает нам мощную передышку, чтобы сформировать новые части и их учить. И уже более грамотные, ну, они будут не настолько грамотные, как 93-я бригада, как там 3-я бригада, которая держит оборону в Бахмуте. Это будут, конечно же, новобранцы, но они пройдут все обучение, которое нужно пройти. За это время пока держится Бахмут. 30 тысяч – это немало? 30 тысяч – это только за рубежом. Мы говорим о том, что в Украине их намного больше. Просто центры обучения, они тоже не резиновые, которые в странах НАТО находятся, они могут какое-то ограниченное количество людей готовить. Ну и снова-таки, тех, кого подготовили за рубежом, они приезжают, они могут учить наших по цепочке. То есть это такой процесс уже продуманный, так раньше происходило, когда учились, ну, там, западной технике, тем же самым «Хаймарсом», М777 и всему остальному. Сейчас только ленивый не говорит об украинском контрнаступлении. Как считаете, украинское контрнаступление, вот оно начнется, что будут делать российские генералы? Ну, так, как происходило в Херсоне, они, наверное, будут искать повод для того, чтобы отойти куда-то подальше, закрепиться на каких-то, как они будут считать, более выгодных позициях и искать каких-то оправданий тому, что случилось. Ну, там, был сильный ветер, крейсер Москва утонул, я не знаю, там, что-то случилось, поэтому не смогли подвести снаряды, поэтому пришлось отступить немножко, там, километров на 150-200. Ну, думаю, это не буду делать, потому что нового чего-то они придумать не могут. Для того, чтобы придумать новое, они должны качественно измениться. У них должна появиться какое-то новое оружие, которое у них сейчас нет. У них должно появиться какое-то громадное количество солдат, которых вот они просто из ниоткуда взять не могут. Они должны придумать какую-то новую тактику. Но эти генералы, они нигде не обучаются, они сидят в своих креслах, получают премии, поэтому я не ожидаю от них новых ходов, скажем так, новой тактики, новой стратегии. Вот я человек не военный, но мне кажется, что правильно было бы сейчас с россиянам где-то отступить, окопаться, сделать оборонительные рубежи, дать возможность передохнуть тем, кто там умирает под бахмутом сейчас. Разве это было бы неправильно с точки зрения военной науки? Ну, это был бы логичный ход. Им сейчас катастрофически нужна передышка. Они пытаются эту передышку получить всякими политическими ходами из серии «Давайте, проведем с Украиной переговоры». А Украина же категорически против проводить переговоры, пока российская армия находится на нашей территории. С военной точки зрения, у них очень много войск находится просто в мышеловке. Ну, например, то есть контингент, который находится в Херсонской области. У него шансов крайне мало. Крымский мост взорван, железная дорога там не работает. И тому есть очень яркое подтверждение. Позавчера взорвали ракеты «Калибр» в Джанкуе. А что они делали в Джанкуе? То есть, получается, они ехали в Севастополь через Мариуполь, Мелитополь, Армянск, Джанкуе, туда в Севастополь ехали. То есть линия поставок в Крым очень длинная. И если эту линию где-то перерезать, то вот эти вот все бойцы, которые находятся в Херсоне, они все в мышеловке. То есть их всех будут скидывать в море. И российская армия ничего с этим сделать не может абсолютно. Решения, которые там принимаются, они больше политические, чем военные. То есть из Северии держаться до последнего. Возвращаемся к армии Советского Союза, да? Именно так, да. Заговорили про Джанкуе. Уничтожение «Калибров» как это скажется на боевых действиях? Они не смогут зарядить новые ракеты, корабли. Они не смогут калибрами стрелять ни по военным, ни по мирным целям, ни по каким. И то есть то, что мы видели, вот последний обстрел, который был, когда в Запорожье там постреляли по жилому дому, они стреляли из системы, скорее всего, РСЗВ. РСЗВ «Смерч» — это была там одна-две ракеты. То есть они уже не смогут бить в глубину украинской территории. Мы нащупали вот эту вот линию поставок. Я более чем уверен, что она будет перерезана. Давайте на этой интересной ноте перейдем к вопросам от наших зрителей. Второе Блиц-интервью. И вот следующий вопрос. Кого, по вашему мнению, россияне обвинят в проигранной войне? Путина, власть, генералов и еще кого-то? Ну, я более чем уверен, что мирное население российское, так называемое мирное население, оно ничего не знает про армию. Ну, там есть там Шойгу, есть там Герасимов, которые более-менее на виду. Но генералитет это намного больше. И для них целью их ярости благородной будет в первую очередь Путин и в первую очередь топовые там Шойгу и Герасимов. Все. А весь остальной генералитет он переживет, как тараканы, и эту ядерную зиму, и армия останется точно такой же в России. А себя россияне будут считать виновниками начала этой войны? Вот я очень люблю военную историю. Мне всегда было интересно, как во время после Второй мировой войны немцы, они не понимали, и они восприняли только свою вину за Вторую мировую войну, только где-то в 70-х годах, то есть лет через 30 после войны, когда уже родилось новое поколение, которое смогло свежим взглядом без налета пропаганды на все это посмотреть. Я более чем уверен, что россияне будут плать благородным гневом. Как? Мы же воевали с нацистами, мы там уничтожали украинцев, потому что мы хотели их всех уничтожить, ну и так далее. Не будет никакого покаяния, я в этом уверен. Ну не знаю, я могу даже вот бесплатно проводить экскурсии в свою квартиру в Буче. Пусть посмотрят, как они уничтожали мою квартиру в качестве нацистов. Насколько громким будет поражение, горьким будет поражение для простого россиянина? Как это они воспримут? Отдать Крым, все дела? Вот есть такой Арнольд Шварценеггер, который родился в Австрии. Его отец принимал участие во время Второй мировой войны. И Арнольд Шварценеггер вспоминал про своего отца. Говорит, мой отец пил. Пил, но потому что он вернулся с войны, он видел поражение нацистской армии, и он не мог это принять. Он просто спивался всю свою жизнь. И, говорит, и таких на его улице в его родном городе в Австрии было очень много. И я более чем уверен, что такая же судьба будет россиян. Они не смогут принять это. Это будет очень больно. Это будет и экономически очень больно, и морально очень больно. И вариантов, кроме как потреблять алкоголь, я думаю, нет. Когда закончится активная фаза на фронте, по вашему мнению? Активная фаза закончится, я думаю, не... Ну, вот сценарий какой может быть. Ну, уже, в принципе, и ГУР, главное управление разведки Украины, говорили, что главная цель для нас – это Юг Украины. То есть освободить Крым, освободить Херсонскую, Запорожскую область. Они важны там по многим параметрам. Там и атомная электростанция находится. И нужно открыть порты украинские для того, чтобы мы могли экспортировать зерно. Донбасс не так важен. Да и Донбасс, по сути, уже разрушен российской войной. Там городов не осталось. Там из целых городов только Донецк, Луганска. Все остальное попилено, растащено. И вторая проблема, которая есть – это у нас очень длинный фронт. И нам нужно его сократить и оставить только Донбасс. Я более чем уверен, что до конца года мы освободим Херсонскую, Запорожскую область. Крым, может быть, не весь, может, часть Крыма. И активные боевые действия будут вестись только на Донбассе. Но я более чем уверен, что весь 2023 год мы будем воевать. А 2024? И 2024 вопрос только. Сколько из этого 2024? Один месяц или 12 месяцев из 2024 года мы будем воевать? Поглавим россиянам побыстрее убраться с нашей земли по двум простым причинам. Первая – это наша земля. А вторая – они сохранят свои жизни. Большое спасибо, Павел, за сегодняшнее интервью. Все очень четко по полочкам. Хорошего дня и ждем победы Украины. Спасибо вам. Спасибо.